Книга пророка Иоиля. Глава первая. Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила. Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду. Оставшаяся от гусеницы ела саранча, оставшаяся от саранчи ели черви, а оставшаяся от червей доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющее вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лазу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил. Сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плащат священники, служители Господни. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб. Высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы. Рыдайте, виноградаря, пшеницы и ящмине, потому что погибла жатва в поле. Засохла виноградная лоза и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припояшитесь вретищем и плачьте, священники. Рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего. Ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего. И взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он. Не перед нашими ли глазами отнимается пища от дома Бога нашего. Веселье и радость. Истлели зерна под глыбами своими. Опустили житницы, разрушены кладовые. Ибо не стало хлеба. Как стонет скот. Уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити. Томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю. Ибо огонь пожрал злачное пастбище в пустыне. И пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные на поле взывают к Тебе. Потому что засохли потоки вод. И огонь истребил пастбище пустыни. Иаиль. Глава 2. Трубите трубой на сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли. Ибо наступает день Господень, ибо Он близок. День тьмы и мрака. День облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный. Какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь. А за ним полит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский. А позади него будет опустошенная степь. И никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней. И скачут они, как всадники. Скачут по вершинам гор. Как бы по стукам колесниц. Как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому. Как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы. У всех лица побледнеют. Как борцы бегут они. И как храбрые воины влезают на стену. И каждый идет своей дорогой и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга. Каждый идет своей стезею. И падают на копья. Но остаются невредимы. Бегают по городу. Поднимаются на стены. Влезают на дома. Входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля. Поколеблется небо. Солнце и луна помрачатся. И звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой пред воинством своим. Ибо весьма многочисленно полчища его. И могуществен исполнитель слова его. Ибо велик день Господень и весьма страшен. И кто выдержит его? Но и ныне еще говорит Господь. Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. И обратитесь к Господу Богу вашему. Ибо он благомилосердь, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли он и не оставит ли благосословением хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубой на Сионе. Назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ. Созовите собрание. Пригласите старцев. Соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплащат священники, служители Господни. И говорят. Пощади, Господи, народ твой. Не придай наследие твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами? Где Бог их? И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему. Вот, я пошлю вам хлеб и вино и лей. И будете насыщаться ими. И более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас. И изгоню в землю безводную и пустую. Переднее почище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо с пастбища пустыни произрастят траву. Дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет неспослать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнится гумно хлебом, и переполнится подточили виноградным соком и элеем. И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча, черви, жуки и гусеница. Великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамятся народы мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я, Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того я излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни я излию от духа моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Иаиль, глава 3. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата. И там произойду над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отраковицу за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? «Легко и скоро я обращу возмездие ваше на голову ваше, потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваше. И сыновы Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам елинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и придам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сыновы Иуды, и они продадут их совеям, народу отдаленному. Так Господь сказал. Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья, слабый пусть говорит, я силен. Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь туда, Господи, введи Твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я вас сяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полной, подточили, переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона и даст глаз свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей. И будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою. А из дома Господня выйдет источник, и будет напаять долину сетим. Египет сделается пустыней, и дом будет пустой степью за то, что они притесняли сыновы Иудинах, и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно в Иерусалим, вроводы родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе. Сионе.